Сегодня в регион с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Глава ведомства ознакомился с процессом цифровизации в регионе и посетил ряд объектов. Первым объектом посещения стал спецсон. Известно, что на автоционной стране поступает большое количество жалоб. Не всегда качественно работают программы, возникает задержка и волокиты по оказанию услуг. В данное время ведется работа по совершенствованию применяемых программ. В частности, в будущем должно уйти в прошлое. Долго оформление документов при сдаче экзаменов на водительские права. Получается, на бумаге от руки написано свидетельство. Какая-то автошкола выдала свидетельство. Мы вынуждены заносить всю эту информацию здесь. Время занимает. Время занимает. Сканируем этот документ. Зачем? Надо создать единую базу. И это можно сделать быстро. В разделе у нас безопасность и правопорядок есть. У нас продумал в нацпроекте, который я вчера презентовал. Вот туда надо обязательно включить. Центр обслуживания населения правительства для граждан номер два встретил министра большим количеством народа. Спрос на государственные услуги у населения высокий. Поэтому нужно разъяснять преимущества бронирования очереди, отметил Багдад Мусин. Для этого нужно отрегулировать время, отводимое на оказание услуги. Люди капливают оружие, не знают, кто заранее не забронировал. Потом получается, что возмущаются, потом какие-то коррупциогенности возникают. Поэтому надо, чтобы люди побольше были информированы. Ну и там по броне надо по времени отрегулировать. Мы на каждую услугу там по стандарту 30 минут сделали. Но услуга-услуги же рознь. Там есть услуга, которая за 5 минут, за 10 минут предоставляется. Надо эти регламентные сроки это. И поэтому потом для брони время высходится. Соответственно, люди, заходя к вам на сайт, будут иметь свободное время. Багдад Мусин ознакомился также с работой Центра правительства для бизнеса. Электронные услуги здесь получают около 200 человек в день. Глава ведомства подчеркнул необходимость открытия большего количества точек самообслуживания в местах, доступных для населения. В целом, вот такой подход надо везде использовать, чтобы клиенты не шли сюда. А клиентов где максимально обслуживать там, где рядом. Шаговая доступность. Шаговая доступность. Также министр сообщил, что со следующего года коммунальные услуги в отдаленных селах будут предоставляться через отделение КАЗ-почты. Операторы будут разъяснять населению возможности ЕГОФ оказывать услуги, предоставляемые сейчас в ЦОНах. В данное время нужно активно продвигать приложение ЕГОФ Мобайл, оплату с помощью QR-кода, регистрацию автомобилей через приложение Каспий. Далее Багдад Мусин ознакомился с работой службы 109 и IT-хаба, в частности с ситуационным центром, который в короткие сроки разработал программу по возмещению затрат на коммунальные услуги в прошлом году. У нас были списки, те люди, которые в списках попадали в допуски. После этого коммунальные системы произвели верификацию этих данных, посадили начисления, и на основании этих начислений произвелось распределение этих 15 тысяч пропорционально. Базы предгосударственные, как говорится, проходили такое стресс-тестирование, и то, что вы на себя взяли какую-то часть, как говорится, этих заявок именно по коммуналке, это, в принципе, было, наверное, правильное решение. Получается, что все вот эти 36-3 заявок, они по электронной цифровой подписи Айтихаб объединяет сегодня до 15 организаций, которые занимаются разработкой востребованных проектов в цифровой сфере. С некоторыми из них подробно ознакомили министра. В целом, Багдад Мусин дал положительную оценку проектам, реализованным в рамках программы цифровизации. Екатерина Шмидт, Ербол Медагалиев, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.